приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня продолжаем знакомить вас нашим чудесным прибором сувидом фирмы мирта ну собственно говоря не сталин сувидом а с рецептами приготовленными по технологии сувид по поводу самого сувида у нас на канале есть прибора самого у нас на канале есть обзор если вам интересно заходите смотрите и также до 14 февраля вот осталось еще немножко времени вы можете приобрести этот прибор со скидкой 1000 гривен ссылка на приобретение со скидкой будет в описании видео также в описании видео я размещу ссылку на таблице приготовления блюд по технологии сувид очень интересная таблица но о самом приборе я очень много рассказал именно в обзоре в обзоре сувида поэтому сейчас не буду останавливаться на этом вопросе в этом видео хочу раскрыть две темы ну во первых куриная грудинка как вы знаете куриную грудинку приготовить достаточно сложно наверное одно из самых сложных блюд чтобы она получилась сочная потому что она либо получается сухая и совершенно безвкусная ну просто как вата либо она еще сырая вот по технологии сувид мы опробовали получается по-другому ну вот сколько я не готовил куриную грудинку у меня так не получалось получается просто бомбезно об этом видео я хочу раскрыть тему приготовления вернее тему маринования чем отличается то есть если вы смотрели наши предыдущие видео мы готовили в двух вариантах готовили в зип пакетах и готовили в вакууме так вот для чего нужен вакуум если нам нужно хорошо промариновать наше блюдо допустим мы готовим стейки или готовим шашлык допустим хотим приготовить или любое другое мясо также какие-то овощи если мы хотим промариновать для того чтобы быстро промариновалась как раз нам нужно использовать вакууматор потому что многие блюда совершенно не требуют вакууматора как вы знаете технология сувид в переводе с французского это приготовление в вакууме ну и как бы в предыдущих видео я рассказывал что вакуум совершенно не нужен для того чтобы просто приготовить мясо к примеру достаточно зип пакета то есть не надо тратиться на вакууматор но почему же вакууме потому что в вакууме значительно лучше маринуется и сейчас в этом видео мы покажем вам в чем суть есть две куриные грудинки совершенно одинаковые я приготовлю маринад для маринада возьму такую хорошую ложечку грузинской аджики возьму дижонской горчицы две ложечки что-то у меня тут две ложечки не будет но мы уже пробовали этот маринад получается очень вкусная куриная грудинка в таком маринаде поэтому собственно говоря вам его и представляю вообще маринад можно сюда же можно добавить еще луковицу к примеру можно добавить майонезик если есть желание но я вот предлагаю такой возьму ложечки 4 оливкового масла все это хорошенько перемешаю и у меня получится маринад для улицы моя задача показать насколько вакууме мясо лучше промаринуется чем просто в зип пакете приготовиться но совершенно одинаково вообще технология сувид потрясающая потрясающая тем что не надо стоять над блюдом в этом приборе устанавливаешь нужную температуру устанавливаешь время и забываешь про него что касается вакуума еще одно огромное преимущество никогда не задумывались вот как вы приходите в ресторан и вам подают вот такой вот огромный стейк такой толщины точной прожарки в течение 15 минут очень просто его готовят по технологии сувид в вакуумных пакетах и потом держат охлажденным очень долгий срок хранения допустим стейки могут храниться две-три недели приготовленные и охлажденные в вакуумных пакетах даже не замороженные то есть если его заморозить наверное может вечно храниться а просто охлажденный так как мы выкачиваем весь воздух из вакуумного пакета и таким образом нету доступа нету среды для развития болезнетворных бактерий всяких в общем всякой заразы таким образом имея дома чудесный прибор сувид мы можем готовить впрок допустим мы сейчас когда у нас ну когда мы ждем гостей и хотим порадовать их стейками а после того как приготовил приобрели это чудесный прибор мы стоите делаем регулярно я себе вакуумирую нужное количество стейков готовлю их и вакууме прям помещаю в холодильник приходят гости у меня занимает ровно 20 минут полностью весь процесс приготовления но сама жарка занимает минут пять а процесс приготовления занимает минут 20 и у меня на столе прекрасные сочные стейки нужной вне степени прожарки наденемся к нашей курицы обмазываю грудинку маринадом я взял специальную грудиночку со шкурочкой для того для того чтобы сделать ее с хорошей хрустящей шкурочкой вакуум поможет мне распределить маринад равномерно по всей грудинке помещаю грудинку в вакуумный пакет вот так вот шкурочка тут у меня хорошо завакуумировалась так одна готова мне конечно сейчас все испачкаю еще страшного вторую грудинку делаю точно так же но помещу ее в зип пакет и готовить естественно буду в зип пакете то есть вы видите я мясо заранее не мариновал я вообще ничего с ним не делал просто оно охлажденное я его достал из холодильника это у нас из них пакетики как все грязненько можно сюда еще ложечку маринада вот так вот и ложечку маринада еще сюда друзья сейчас одну минутку я прервусь наведу здесь порядок потому что этот ужас на столе меня просто выводит из состояния равновесия навел я порядок и давайте завакуумируем ту грудинку которую мы делаем в вакууме кстати друзья если вы захотите покупать вакууматор мой вам совет есть уже небольшой опыт покупайте вакууматор именно который вакуумирует ррифленых пакетов не покупайте вакууматор для обычных ну для полиэтилена обычного именно покупайте для рифляных пакетов и для рифленого рукава с ним значительно проще работать ну в бытовых условиях конечно в промышленных условиях используются вакууматоры для обычной пленки И не для рифлёвых. Завакуумировался пакетик. Запаялся. Всё отлично. Это мясо у нас, вернее, это курочка у нас в вакууме. Убираем вакууматор. Сюда поближе наш сувит. И что мы сейчас делаем? Температуру я установил 65 градусов. Время я устанавливаю 1 час. Причём вот сейчас температура 46 градусов. Что характерно, отсчёт времени прибор начнёт отсчитывать время, именно когда температура достигнет 65 градусов. Поехали. Помещаю пакет вот таким вот образом. Топлю его, чтобы из него выпустить весь воздух. Теперь закрываю зип-пакет. И так как он зип-пакет, делаю вот так вот прищепочкой. Это просто окунаю туда и не переживаю за вакуумный пакет. Через час приготовим сковородку, немножко обжарим мяско и попробуем, что у нас получилось. То есть сейчас у меня сувит запрограммирован на час. Я поместил туда свои продукты и иду заниматься своими делами. Как только температура достигнет 65 градусов, включится отсчёт времени. После этого, через час, он мне начнёт сигналить. То есть вызовет меня от моих дел. Я приду, достану готовый уже продукт. Вообще, изумительная штука. И самое главное. Самое главное. Продукты не вывариваются. То есть мы будем готовить, кстати, картошку. Вот сделаем картошку по-селянски. Сделаем два вида. У нас есть рецепт очень классный. Картошки из Макдональдса по-селянски. Сделаем два вида. Одну сделаем по технологии сувит. Вторую сделаем, как мы её делаем обычно. И покажем вам, насколько та, которая приготовлена по технологии сувит, получается более сочная и более стабильный весь процесс приготовления. То есть, когда мы здесь готовим, у нас вообще никакие полезные, допустим, если мы говорим о овощах, никакие полезные вещества не вывариваются, не покидают овощи. Они остаются внутри. То же самое, если мы делаем мясо, допустим, хотим приготовить диетическое мясо, у нас ничего не уходит в бульон из него. Всё остаётся, все там протеины, кальций и так далее, все минералы, которые есть в мясе, в рыбе, кстати, тоже в курице, они в нём и остаются. Помимо этого мы не пережариваем продукт. То есть, когда мы, допустим, жарим что-то на сковородке, у нас температура сковородки 250-300 градусов. Соответственно, куча канцерогенов выделяется на масле. Здесь у нас продукт готовится именно при той температуре, при которой он должен приготовиться. Но я много говорю, мы вам покажем конечный результат по куриной грудинке. Прошёл час, прибор подал сигнал о том, что пора мне отвлечься от своих дел и заняться приготовлением грудинки. Главное их не перепутать теперь. Первое у нас будет... Вот это надо и как-то пометить. Блин, какой соус вкусный. Пахнет вообще божественно. Лариса, возьми-ка пакетик. И та, которая в вакууме. Разрезаем в вакуум пакет. Друзья, так божественно пахнет, я вам передать не могу. Теперь перед тем, как жарить, сейчас я их оботру полотенечком. Ларису попрошу ещё две тарелочки. Чистые. Это мы убираем. Так, это у нас из пакета. Обмывать я от маринада не хочу. А именно хочу промахнуть, чтобы для жарки получить сейчас сухую, такую красивую зажаренную корочку. Главное не перепутать. Закончились полотенца. Но у меня есть ещё. Это из вакуума. Из этого маринада сейчас приготовим вкусный соус. Здесь ещё одно полотенечко, друзья. Ну вот, даже уже по виду, уже по виду они разные. Та, которая готовилась в вакууме, на мой взгляд, она лучше. Но нам надо увидеть разрез. Вот так вот. Ларис, так достаточно или именно хорошо вытирать? Промакивая, да, достаточно. Вот там вот ещё бачок. Чуть-чуть. Ну, чтобы не пригорело у нас на сковородке. Теперь вооружимся сковородочкой. Сейчас покажем, друзья. Я опять уберу это безобразие здесь. Разогрели сковородочку с таким хорошим количеством масла. Эта курочка у нас из вакуума. Я засекаю время, чтобы мы понимали, сколько мы будем обжаривать. Хотим обжарить до золотистой корочки. Это курочка-грудинка без вакуума из обычного здесь пакета. Сейчас обжарим. Обжарим с двух сторон, чтобы получить красивую золотистую корочку. Буквально минуту заняла обжарка с одной стороны. Посмотрите, как красиво это выглядит. И также минуту обжарим с другой стороны. Я уже в предвкушении. Она будет такая сочная. Просто невероятно. Ближняя к нам грудинка из вакуума, дальняя из вит-пакета. Сейчас будем пробовать, друзья. Итак, друзья. Первую разрежу грудинку, которая готовилась в вакууме. Невероятно нежная. И вот посмотрите. Посмотрите, какая она сочная. Она просто исходит соком. Режется, как масло. Вообще, просто супер. Посмотрите, какая сочная грудинка куриная. И вторую разрежем, которая готовилась просто в зип-пакете. Кстати, это немножко пожестче. Смотрим. По сочности вроде бы не менее сочная. Ну, режется чуть пожестче. Вот такая она. Ну, да. Как бы сочная. Сочная такая же. Но сейчас попробуем на вкус. Итак, друзья, попробуем. Первую попробуем грудинку, которая приготовлена в зип-пакете. Очень мягкая, очень нежная, очень сочная. Я, в принципе, люблю куриную грудинку, но приготовить ее просто, отварить, потом поджарить, чтобы она получилась такая сочная, не получится. И она нежнейшая, просто тает во рту. Идеальная. Кстати, хорошо промариновалась, но немножко недосоленная. Теперь я хочу попробовать та, которая приготовилась в вакууме. Это еще более нежная. И вот эта вот отлично соленая. То есть промариновалась значительно лучше. Соответственно, ну, соответственно, вот для приготовления мяса в маринадах однозначно вакуумные пакеты рулят. Причем, друзья, вы можете вот приготовить таких грудинок, скажем, несколько штук, охладить их, одну там использовать на ужин, а остальные охладить в холодильнике. И готовить на завтра, на послезавтра, то есть храниться, ну вот, 15-20 дней совершенно спокойно, просто охлажденное приготовленное блюдо по технологии сувит. Ну, по крайней мере, куриная грудинка, точно так же стейки. Можно и замораживать, но заморозка, естественно, будет храниться значительно дольше. Но вкус, мне кажется, будет немножко утерян. Мясо просто, вернее, не мясо, птица, просто идеальная. Поэтому, ну, с удовольствием, естественно, представляем вам этот рецепт. Надеюсь, что видео было для вас полезным и, надеюсь, для вас это очередной, там, может быть, небольшой, но маленький шажок к покупке этого прекрасного прибора. Как вы видели, по затратам времени я упаковал пакеты, поместил их сюда, пошел заниматься своими делами и после этого у нас буквально две минуты обжалили на сковородке и готовое прекрасное блюдо. Помимо этого, оно вкусное, из него ничего не выварилось, никакие минералы, никакие витамины, все осталось в нем. Оно не пережаренное, то есть, оно не жарилось на сковородке очень долго, буквально по 50-60 секунд, соответственно, никаких канцерогенов, но, в общем, полезная, здоровая пища. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы приготовили для вас по технологии Сувит. И, естественно, мы будем отвечать на ваши комментарии и делать эти блюда. Всего доброго, пока!